Первый российский гонщик Формулы-1 подъезжает не на болиде Каттерхэма, тем более, что он сегодня не за рулем. Виталий Петров приехал в Ростов впервые и вместо осмотра города и достопримечательностей знакомится с ребятами из детского дома. Признается, их жизнь ему в какой-то мере близка. Я вырос вообще не из детского дома, но я вырос из лагерей, где меня оставляли также. Я жил в отрядах, я всю жизнь там прожил, детство все, и тренировался, и был один из этих маленьких ребятишек, которые были в этом возрасте. И поэтому мы до сих пор продолжаем ездить в разные детские лагеря. К детям приехал с подарками, причем специфическими. Пригнали красно-желтый пластмассовый болид, заклеенный логотипами спортивной машины-гонщика. Кто хочет кататься? Я! Гонять по двору детского дома у пятилетних малышей пока получается плохо. Первые метры выходили из-под колес только с помощью гонщика, который, кстати, разгоняется до скорости 300 км в час. Чуть меньше сотни километров, зато пешком намотали фанаты. Владислав Гордиенко, когда узнал о приезде кумира, твердо решил встретиться. Рано утром выехал из Таганрога, а от автовокзала до места встречи с гонщиком два часа шел пешком. Даже не думал, что смогу кого-нибудь увидеть из гонщиков. Он россиянин, он выборгская ракета. Виталий Петров – первый русский гонщик, и он что-то вроде символа скорости, не знаю, в России. Я майку белую привез, и он на ней распишется, надеюсь. Оставить автограф автогонщик не отказался. Расписывался на майках, в журналах, на листах и даже на детских рисунках. А на одной распишитесь, пожалуйста. Вот и что. Я спешу, пожалуйста. Конечно. Шестилетний Леша, узнав о приезде гонщика, сразу взялся за фломастеры. Получилось неплохо. Вместе с остальными нарисовали на память гонщику целый автопарк болидов. Увидев рисунки, Виталий даже признался, что сам рисовать спортивные машины так не умеет. Картинки забрал с собой, повезет их на родину Выборг. Сейчас отдых, сейчас буду лечиться, немножко приболел, поэтому сейчас полечу домой, к маме. Мама меня там быстро на ноги поставит. Поставить сына на ноги маме придется за месяц. Потом ему участвовать в Гран-при Бельгии. В Ростов гонщик приехал всего на день, но экспозицию своего гоночного болида «Каттерхэм Ф1» оставил до понедельника.